Тема урока «Скелет. Строение, состав и соединение костей». О существовании костей в нашем теле знает каждый. Старославянское слово «кощ» означает «сухой». От него произошло слово «кость» и название персонажа русских сказок «Кощей Бессмертный». Такое имя ему отведено не случайно. Кости надолго переживают человека и порой сохраняются в земле тысячелетиями, почти не изменяясь. Многие животные имеют скелет. У членистоногих он наружный, образован хитином. У хордовых животных он внутренний, костный. А сейчас попробуем ответить на вопрос. Для чего нужен скелет? Представьте себе, как выглядела бы лягушка без скелета. Вероятно, она напоминала бы медузу, выброшенную на берег. У которой действительно нет скелета. А как изменилась бы скорость ее передвижения? Опорно-двигательная система человека представлена скелетом, мышцами и связками. Мышцы крепятся к костям с помощью связок. Сокращаясь, они приводят в движение кости. В скелете взрослого человека насчитывается около 220 костей. У новорожденных детей их количество больше, но со временем некоторые кости срастаются. Скелет является пассивной частью опорно-двигательной системы. Мышцы – это ее активная часть. Их насчитывается около 600. Опорно-двигательная система в организме человека выполняет следующие функции. Двигательную, которая обеспечивает передвижение тела и его частей в пространстве. Опорную функцию заключается в том, что скелет представляет собой опору для мышц и внутренних органов, которые, прикрепляясь к костям, удерживаются в своем положении. Защитную состоит в том, что скелет образует стенки полостей тела, в которых расположены жизненно важные органы. Так, например, в полости черепа находится головной мозг, в грудной клетке – сердце и легкие, и так далее. Обменную функцию. Кости участвуют в обмене минеральных веществ, являясь источником кальция, фосфора и других минеральных солей. Их кроветворная функция обусловлена наличием красного костного мозга. Скелет, в переводе с греческого – высушенный. Представляет собой совокупность костей, образующих в теле человека твердый остов. Кости человека прочные и в то же время легкие. Например, бедро человека выдерживает груз 1500 кг. Плечевая кость – 850 кг. Придел прочности ребер на излом у молодых колеблется от 85 до 110 кг на квадратный сантиметр площади. Кость тверже гранита в 2,5 раза, а кирпича в 30 раз. Ее прочность может сравниться с чугуном. Чем же обусловлены такие свойства кости? Химический состав костей – это органические вещества, которые составляют 33%, и минеральные вещества, на долю которых приходится 67%. Значение минеральных и органических веществ легко выяснить, проделав простой опыт. Если долго прокаливать кость, то из нее удаляется вода, а органические соединения сгорают. При этом кость не теряет своей формы, но становится очень хрупкой. Если кость выдержит в течение суток в 10% растворе соляной кислоты, то соли кальция постепенно растворяются, и кость становится настолько гибкой, что ее можно завязать в узел. Неорганические вещества придают костям твердость, а органические соединения придают кости гибкость и упругость. Наиболее прочными являются кости человека в зрелом возрасте – от 20 до 40 лет. У детей в костях относительно велика доля органических веществ, поэтому детские кости легко деформируются под влиянием неправильной позы или неравномерной нагрузки. У пожилых людей в костях увеличивается доля минеральных веществ, поэтому их кости становятся более ломкими. По строению различают трубчатые, губчатые и плоские кости. Трубчатые кости – это кости конечностей. Они расположены там, где необходима большая амплитуда движений. К плоским костям относятся свод черепа, грудина, лопатки, тазовые кости. Они выполняют защитную функцию. Губчатые кости образуют запястье, предплюсну, позвонки. Эти кости выдерживают большую нагрузку в сочетании с подвижностью. Рассмотрим макроскопическое строение длинной трубчатой кости. Она состоит из эпифисов – головок костей, метафисов – у детей это место расположения хрящевой пластинки, и диафиса – тела кости. Сверху кость покрыта надкосницей, за исключением суставных поверхностей, которая срастается с компактным веществом кости. В головках находится губчатое вещество, образованное костными пластинками, а между ними красный костный мозг. Полость тела кости заполнена желтым костным мозгом, образованным жировой тканью. На головках костей находится гиалиновый хрящ. Губчатые кости имеют на поверхности довольно тонкое компактное вещество, под которым находится губчатое вещество, заполненное красным костным мозгом. Трубчатые кости полые. Такое строение длинных костей обеспечивает одновременно их прочность и легкость. Известно, что металлическая или пластмассовая трубка почти так же прочна, как равный ей по длине и диаметру сплошной стержень из этого же материала. А теперь ознакомимся с микроскопическим строением кости. Скелет человека образован костной тканью, разновидностью соединительной ткани. Для нее характерно наличие большого количества твердого межклеточного вещества. Компактное вещество кости состоит из микроскопических ячеек и канальцев, по которым из надкосницы в кость проходят многочисленные кровеносные сосуды и нервы. Стенки костных канальцев выложены рядами радиально расположенных костных пластинок. Это межклеточное вещество кости. Костные клетки – остеоциты. Они образуют костные пластинки и располагаются по наружному периметру канальцев. Различают три типа соединения костей. Непрерывные – неподвижные, полупрерывные – полуподвижные и прерывные – подвижные. Непрерывные соединения костей осуществляются в тех частях скелета, где требуется обеспечить повышенные защитные и опорные функции. Неподвижные соединения характерны, например, для соединения костей мозговой части черепа. При этом небольшие выступы одной кости заходят в выемки другой кости. Получающийся при этом шов очень прочен, прочнее окружающих его костей. Полупрерывные соединения костей – это соединения при помощи хрящей, симфизов. К полуподвижным соединениям относятся соединения между многими позвонками, соединения ребер с грудиной и грудными позвонками. Наибольшая подвижность сочленованных костей обеспечивается прерывным типом соединения. Его называют суставом. Сустав имеет три элемента – суставные поверхности, суставную сумку и суставную полость. Суставные поверхности костей покрыты суставным хрящом. Соответствие формы суставных поверхностей обеспечивает плотное их прилегание друг к другу и скольжение. Суставная сумка, образованная плотной соединительной тканью, формирует герметически замкнутую полость сустава и срастается с надкосницей. Внутри полости сустава давление ниже атмосферного. Синовиальная жидкость заполняет полость сустава и играет роль смазки, уменьшающей трение в суставе. Снаружи суставная сумка окружена укрепляющими сустав связками. Такое строение сустава позволяет ему быть подвижным, но в то же время прочным. Подвижность обеспечивается формой суставных поверхностей, гиаленовым хрящом и синовиальной жидкостью. Прочность суставу придают суставная сумка, связки и давление ниже атмосферного. По форме суставных поверхностей различают суставы плоские между костями запястья, цилиндрические между фалангами пальцев, эллиптические между кистью и предплечьем, шаровидные между лопаткой и плечевой костью, тазом и бедренной костью. Наибольшую подвижность костей обеспечивает шаровидный сустав, наименьшую – плоский. Рост трубчатых костей в длину происходит за счет деления клеток зон роста, хрящевая пластинка метафиза, и завершается к 20-25 годам. Хрящевая ткань по мере роста кости замещается костной тканью. В толщину трубчатые кости растут за счет деления клеток надкостницы. Она же обеспечивает регенерацию кости при повреждениях. Однако масса кости увеличивается незначительно, потому что стенки костно-мозговой полости содержат клетки, растворяющие кость. Регуляция роста кости осуществляется за счет соматотропина – гормона роста, который выделяется гипофизом, преимущественно во время сна. При недостаточном количестве соматотропина с рождения возникает болезнь карликовость. Гипофизарные карлики достигают высоту роста 5-6-летнего ребенка. Они умственно сохранны, и все пропорции тела у них соблюдены. При избытке гормона роста с рождения появляется болезнь гигантизм. При ней высота человека достигает 2 и более метров. Если же гормон роста начинает выделяться в избытке у взрослых, то возникает болезнь акромегалия. Происходит увеличение размеров хрящевых органов носа, ушей, а также кистей рук. Таким образом, на нашем уроке мы познакомились со структурой опорно-двигательной системы и ее функциями. Изучили макро- и микроскопическое строение кости, ее химический состав. Рассмотрели различные виды костей, способы их соединения в скелете человека и регуляцию роста костей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова